Политическая партия Шор победит на следующих парламентских выборах, благодаря успешно реализованным проектам политформирования. Такое заявление сделал примар муниципии Археи Илон Шор в программе Ора Примарулуй в воскресенье на телеканале Архей ТВ. По словам Шора, своему успеху он обязан конкретным делам, а не предвыборным заверениям, свойственным другим политикам, которые только и могут, что давать пустые обещания. В ходе программы Ора Примарулуй Илон Шор отметил, что политическое формирование, возглавляемое им, это единственная партия, которая держит обещания, данные людям. И после парламентских выборов 24 февраля 2019 года она готова взять на себя ответственность за управление страной. Мы приходим, мы ничего не обещаем, мы просто берем и делаем. Мы обещали 100 социальных магазинов построили. Мы обещали за 4 года исполнить все обещания в Архееве. Исполнили. Мы то, что сегодня обещает партия Шор, у нас нет ни одного невыполненного нами обещания. Люди это видят, люди хотят другого, люди устали от популизма, люди устали от пустой политики, люди хотят людей, которые придут и реально сделают, и реально изменить их жизнь к лучшему. Илон Шор также добавил, что у него нет оппонентов, поскольку многие политики попросту завидуют тем результатам, которых он добился. Моим оппонентам не нравится, что я что-то делаю в отличие от них. Они ходят бла-бла-бла и ни о чем. Пустые разговоры. То есть люди, которые, в принципе, я говорил уже неоднократно, я говорю, у меня нет оппонентов, потому что я могу, мой оппонент может быть тот, кто может со мной посоревноваться в том, что мы сделали. Да, вот я построил столько-то дорог, а вот ты сделал то. Назовите мне моего оппонента. Да, а где не с кем соревноваться. Я соревнуюсь с людьми, которые ничего в этой жизни не сделали. Примар также добавил, что уже хорошо знает, какой объем работы предстоит выполнить после парламентских выборов. Мы должны, значит, строить дороги, мы должны, значит, улучшать социальные условия жизни каждого гражданина, мы должны в разы увеличить наш бюджет. Вот к этому сегодня готовится, к партии, к тому, чтобы мы могли реально исполнить свои обещания перед нашими избирателями. Я хочу жить в стране, в которой люди будут жить хорошо. Я не иду в власть ради денег, все это тоже прекрасно понимают. То есть я иду во власть, потому что я хочу построить ту страну, в которой каждый гражданин будет себя чувствовать уютно. И я в том числе. И я, поверьте мне, далеко не навсегда хочу идти в правительство, в парламент и так далее, и так далее. Я хочу построить страну, потом продолжать заниматься бизнесом. Заниматься бизнесом в стране, в которой каждому гражданину будет жить комфортно и уютно. Илон Шор добавил, что не сравнивает себя ни с одним из политиков из других партий, поскольку на протяжении долгих лет они не занимались ничем, кроме как давали пустые обещания. Поэтому я постоянно нахожусь в дороге между районами, между городами и селами нашей страны и общаюсь с людьми. Я понимаю, какой у них сегодня. Мы приходим, мы рассказываем не о нашей программе, что мы обещаем, что, наверное, мы им сделаем в следующие четыре года. Мы говорим, ребят, вот мы сделали это. Вот то же самое будет у вас ровно через год. Хотите? Конечно. Шли понимают, я-то в нее не вру, я такой, какой я есть. Я прихожу, обещаю и делаю. Мы имеем возможность рассказать людям более глубоко о тех реализациях, которые сделаны, о тех планах, которые есть, и о том, как мы будем выстраивать нашу страну после парламентских выборов. С тех пор, как он возглавил муниципи, удачные проекты были запущены не только на территории Аргеева, но и в коммуне Жора Демижлук, подчеркнул Илон Шор. Я построил Аргеев, я строю Жора Демижлук вместе с госпожой Таугер. Я четко понимаю, что такую страну я построю в каждом населенном пункте, потому что я понимаю, как это делать. Почему же они за 27 лет не взяли на себя ответственность за конкретно взятый город, за село построили, сказали, вот так будет себя Молдова. Они, да, они, посмотрите, что происходит, они из партии в партию, но вот там было плохо, потому что там лидер плохой или там еще что-то. Да это все плохому танцору, вы знаете, что мешает. Поэтому кто хочет, тот работает, а кто не хочет, тот болтает и находит причины, почему у него не получилось. Примар Аргеева также заявил, что благодаря своему подходу партия Шор достигла сегодня численности в 50 тысяч представителей. Напомним, что после того, как Илон Шор победил на выборах примара Аргеева, на территории муниципия удалось реализовать целый ряд успешных проектов. Среди них социальные магазины, которые ввиду своей популярности у населения, теперь открылись во многих регионах страны. Также Илон Шор отметил, сегодня муниципий Аргеев считается моделью развития не только в республике Молдова, но и в других странах нашего региона.